И перенесемся на Балканы. Македония, вернее, Республика Северная Македония сегодня вступила в НАТО. Вот вы видите документ, подписанный об этом вступлении. Это стало возможно после того, как в конце января греческий парламент одобрил переименование бывшей Югославской Республики и перестал блокировать вопрос о вступлении Македонии в НАТО. Договор о вступлении страны в НАТО подписали 29 стран-участниц. И таким образом на Балкане сегодня остались только Босния и Герцеговина и Сербия среди стран, которые не стали членами Североатлантического альянса. Наш коллега, корреспондент BBC из Сербии Александр Меладинович объяснил, что значит для региона принятие Македонии в НАТО. В регионе смешаны отношения к этому событию. Почти все страны здесь уже вступили в НАТО, остались лишь Босния, Герцеговина и Сербия, которые пока этого не планируют. Сербия использует этот факт, чтобы продемонстрировать свой нейтралитет на Балканах и международной политике. И равные отношения к так называемому Западу и Востоку. Что касается вопроса вмешательства России в македонские выборы, было бы справедливо сказать, что об этом больше говорили во время и сразу после этих выборов. Но после соглашения между Грецией и Македонией, и по мере приближения Македонии к полномасштабному членству в НАТО, разговоры о роли России стали стихать. Лишь небольшие оппозиционные партии в Македонии продолжают развивать эту тему. Остальные сосредоточились на НАТО, ведь, как показывают опросы общественного мнения, почти 80% населения, как сами македонцы, так и этнические албанцы, поддерживают этот шаг. Ожидается, что Македония уже через год ратифицирует этот договор и станет новым членом НАТО.